Изменить схему движения 81 автобуса предложил городской департамент транспорта. Как сообщается, новый маршрут разработан по просьбам горожан и более удобен для жителей Суворовского и жилого комплекса Красный Оксай. Но чтобы 81 автобус начал ездить по-новому, решения должны поддержать горожане. На сервисе «Активный ростовчанин» уже идет голосование. Сейчас автобус ходит по улице Нансена между проспектами Михаила Нагибина и Театральным. Если примут новую схему, то маршрут пройдет по Текучево до ЖК Красный Оксай и обратно по Красноармейской на Суворовский. 390 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ростовской области за последние сутки. 142 из них в Ростове, 13 положительных тестов в Таганроге, 11 в Новошахтинске. Коэффициент распространения инфекции – единица. Выздоровели еще 327 человек, 25 умерли. Это 13 женщин от 36 до 88 лет. И 12 мужчин от 50 до 82. В целом по стране заразившихся почти 22 тысячи. Умерли за сутки 612 человек. Почти 27 тысяч вылечились. Нетрезвого авиапассажира задержали в аэропорту Платов этой ночью. В дежурную часть транспортной полиции обратился командир самолета, прибывшего в Ростов из Москвы. Он сообщил, что один из пассажиров во время полета распивал спиртные напитки, несмотря на неоднократные требования членов экипажа прекратить. Нарушителем оказался 30-летний житель Нефтьюганска. В отношении данного гражданина составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, потребление распития алкогольной продукции в запрещенных местах и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Футбольный клуб Ростов одержал первую победу в этом году. На сборах в Марбелии команда Валерия Карпина разгромила клуб из второй испанской футбольной лиги «Альхисирас» со счетом 5-1. Наставник ростовчан в этом матче принял решение играть двумя составами в каждом тайме. Желто-синий с первых минут завладели инициативой на поле и раз за разом опасно угрожали воротам соперника. На 26-й минуте Алмквист открыл счет, получив разрешающую передачу с центра поля от Тугарева. Шведский полузащитник с легкостью обыграл вратаря. До перерыва наша команда имела еще несколько опасных моментов у ворот соперника, но счет не изменился. Во втором тайме, спустя пять минут после старта, Гигович удвоил преимущество нашей команды, затем игра немного успокоилась. Испанцам удалось распечатать ворота Синицына. Кстати, в первом тайме Максим Рудаков отыграл на ноль. Третий мяч в ворота «Альхисираса» забил полос на 79-й минуте после шикарной передачи Байрамяна. Через 10 минут уже Дмитрий солировал Харену 4-1. Пятый мяч в испанских воротах побывал уже на 90-й минуте после удара Владимира Обухова. Итог – разгромная победа Ростова 5-1. Следующий матч на зимних сборах подопечные Валерия Карпина проведут 24 января. Соперник – шведский клуб «Эстерсунд». Субтитры подогнал «Симон»!